Друзья, вы могли не заметить, но полузащитник Ньюкасла, Джон Джо Шелви, это гений. Перед матчем он дал интервью и сказал, что у меня контракт остался на полтора года, надо показать новым владельцам клуба, на что я способен. Так вот, Шелви выпустили на поле, и уже через 22 минуты он получил вторую желтую и покинул поле. Просто гений. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной Кирилл Хаид. Всем привет. Погнали у нас в восьмой тур ААПЛ. Подкаст чемпионата. Подстраиваемся под соперников, но не под счет. Ньюкасл, Тоттенхэм, 2-3. Ну, стоит сказать, что вообще город весь гулял, потому что объявили, что владельцы, которых так не любили в Ньюкасле, все-таки покинули клуб, продали клуб. Теперь клуб в руках шейхов, самой богатой семьи, я так понимаю, Саудовской Аравии. Толпы народа просто выпивали, бухали у стадиона, просто устроили флеш-моф, вечеринку, даже не в день матча, а еще до этого, когда Ньюкасл объявил о смене владельца. И, в принципе, атмосфера была фантастическая уже на самом матче. Там энергетика, музыка такая, такая будоражащая. Фанаты, очень много фанатов в арафатках таких на головах. Это же арафатки называется, да? Кажется, да. Да, и баннер там был символичный, прям вот редко, кстати, баннеры в Англии бывают, но тут сделали большой баннер, который, ну, с английского переводится, это строчки из песни. Потому что это могучий город, стоит на твердой земле, и все, что они старались убить, мы восстановим. И тут еще прям на второй минуте забивает Каллум Уилсон, прям вообще какие-то фантастические эмоции, целует герб, что важно. Важно показать, что ты с детства за этот клуб, да, новые владельцы смотрят, видимо, выбирают, присматриваются, видимо, будет ротация. Правда, парень Каллум Уилсон всю жизнь провел в других командах, да, он только в прошлом году перешел в Ньюкасл, сколько ему, 29 лет. Ну, окей, но прям первые матчи, первые минуты, не знаю, прям меня впечатлили. Я еще смотрел это с Интершумом, просто без всего, чтобы абстрагироваться, реально завораживало. У тебя не было таких ощущений? Нет, абсолютно. Ну, я в целом равнодушен к изменениям в судьбе Ньюкасла. Матч как матч. Ну, ты вот сейчас равнодушен, а через пару лет это чемпионом будет, туда перейдет какой-то супертренер, возьмут Холланда, возьмут все, ну, ты сам слышал, о чем я буду говорить. Ну, естественно, но ты знаешь, в таких проектах, чтобы они вообще завоевали зрительские симпатии, всегда должно что-то случиться. Ну, то есть, например, ну, например, у Манчестер Сити есть Гордиола, и многие просто симпатизируют Гордиоле из-за его системы, его футбола. Ну, возьмут очередного Гордиола в Ньюкасла. Ну, вот когда возьмут, тогда поговорим, да, то есть, допустим, проект Пассаже мне лично не симпатичен, потому что мне просто как бы не нравится стиль того, как они работают. Ну, я понимаю, естественно, многим симпатичен, что вау, Неймар, вау, Мбаппе, вау, Месси. Ну, то есть, и как бы это рождает тоже какие-то эмоции, и люди начинают за это болеть. Я не болею, потому что, ну, мне это как бы, ну, не симпатичен такой подход, да, то есть, подход Сити как бы зато вот чем-то подкупает. Поэтому пусть сразу покажут что-то, а потом поговорим, пока что никаких эмоций у меня не вызывает. Ну, и кроме того, знаешь, я вижу разницу, например, что футбольный клуб – это некая игрушка-олигарха. В этом все равно есть что-то личное. Как бы этот человек хочет, чтобы это у него была такая игрушка. По сравнению с тем, что просто мы выбираем, как именно нам улучшать нашу репутацию за рубежом. И мы столько-то, как бы там, миллиардов вкладываем в телевидение общественное, столько-то вкладываем в спорт, столько-то вот в футбол. И это просто маркетинг. Поэтому, ну, как бы я в этом пока ничего не вижу, кроме бизнеса. Ну, естественно, как бы я не буду об этом говорить болельщикам Нью-Касла. Слушай, нет, на самом деле я же не говорю, что это правильный подход. Я говорю только о том, что это в каком-то смысле... Атмосфера. Возможно, исторический... Нет, атмосфера, ладно, исторический момент, что, возможно, мы присутствуем при изрождении нового суперклуба. Мы не как исторический момент, когда в Нью-Касле было столько людей в арафатках. Кстати, очень важный момент. Понятно, что это в целом комплементарное, как бы, да? То есть мы берем арафатки, как бы, чтобы показать, что нам нравится, что вы нас купили. Представь себе, что сауды были бы черными. И, соответственно, тогда что? То есть, если бы, допустим, да, вот просто другая раса. И, допустим, вот как бы у них культурные, их это самая особенность, они носят не арафатки, а дреды. И вот ты только такой, ура, нас купили, значит, богатые сауды, мы все носим дреды. Хоба, культурная апроприация, всем в тюрьму. Нельзя. Блин. Ну, ты как-то слишком серьезно к этому относишься. Да нет, абсолютно. Просто забавно, как, знаешь, как нелогично, как бы, что-то абсолютно запрещено, потому что это расовый вопрос, а что-то не запрещено, потому что это всего лишь национальный вопрос. Ну, да, эта проблема есть. Мне кажется, знаешь, у фанатов Нью-Касла это шло, чтобы показать предыдущим владельцам, насколько они рады. Пусть там хоть китайцы, они бы все ходили в таких шляпах, я не знаю, китайских, еще что-нибудь было. Просто это вот показать, как долго... Там же был опрос Атлетика. И Нью-Касл, по-моему, был последним по уровню удовольствия, так что... А фанаты Спартака не участвовали в опросе? Нет, там только АПЛ, а Спартак пока не приехал. Нет, ну просто, понимаешь, мне очень кажется, что когда в Англии проводят опрос на самых недовольных фанатов, у меня какая-то рождается пролетарская злость на них. В Англии недовольные фанаты. Я не совсем понимаю, какое право имеют фанаты клубов АПЛ быть недовольными. Ну ладно тебе, ладно, нет, они тоже люди, когда их клубы там вылетают. Ну, посмотрим, что будет, как это все будет сменяться. Кстати, начать с базы было бы логично. Да, финансовый фэйрплей на базу не распространяется, поэтому вот сейчас у них все и наладится. По игре будем говорить? Да, давай, давай по игре. Но сначала, прежде чем по игре, коротко один момент, что наверняка они поменяют. Стив Брюс, человек, который возглавляет Нью-Касл, провел сейчас тысячный матч за АПЛ в качестве тренера. Все шутили, что, видимо, это его последний матч в качестве тренера Тоттенхэм. Он вообще с 98-го года тренирует команды в Англии. Здесь вот просто для меня, вот парадокс в чем, не может этот человек оставаться, чтобы рулить звезды. Понятно, что Нью-Касл наверняка придут звезды. Ты так говоришь, как будто он может рулить нынешним Нью-Каслом. Да, нынешним может. Но если задача команды оставаться в АПЛ и не вылететь, в принципе, вариант, что Стив Брюс руководит командой, ну, приемлем. Не знаю, вот я тебе говорю честно, если бы никакие Сауды, никакой Нью-Касл не купили, то я бы после этой игры, если бы мы сейчас ее разбирали, ровно бы говорил, что я не понимаю, почему его не увольняют. Ну, потому что команда не идет в зоне вылета, она же не идет. Мне кажется, этого должно быть пока достаточно. Ну, хорошо, но мне кажется, этого пока достаточно. Слушай, вот мне просто интересно, я просто мысль хочу так сказать, что я просто вспоминаю Анжи, где был Роберто Карлос, ИТО, и тренер Красножан объяснял, как нужно качать штанги на поле, тягать железо. И когда ИТО, победитель Лиги Чемпионов, спрашивал, а зачем, тренер сказал, а потому что я так решил. И понимаешь, что, ну, так не может быть устроено, поэтому Красножан отработал в Анжи сколько там, 46 дней. Здесь, мне кажется, любой английский тренер просто не может оставаться... Английский тренер это вообще бренд, это бренд и бренд, это я в одно слово совместил. Потому что, ну, не может, если ты собираешься строить топ-клуб, у тебя не может быть английского тренера. Вот прямо сейчас, кто лучший английский тренер? Брендон Роджерс, я не знаю, Саутгейт, Грэм Поттер, но все это не тренеры прямо для топ-клуба. Ну, окей, Брендон Роджерс, наверное, возможно. Все, ну и должен вопросом, да? Брендон Роджерс, ну, он вытаскивает Лестер в категорию близкую к топ-клубам, поэтому многое можно о нем сказать хорошее. Ну, ладно, действительно, мы по игре-то будем? Да, по игре будем, да, все, давай об игре. Кирилл, как тебе игра? А, да норм, пошли дальше. Спасибо, поговорили об игре, идем дальше. Вот Саудина. Первый гол, вот этот вот ранний, он очень, ну, такой, знаешь, то есть Тоттенхам уже не прессингует, ну, естественно, зачем прессинговать, если там Эшпири Тусанту, но еще и не откатывается как нужно. То есть этот гол, почему он вообще случился? Не то, что же Нью-Касл здорово атакует. Нет, абсолютно, просто Манкильо подключился в атаку. Такое бывает, да, крайний защитник может подключиться в атаку, и, соответственно, там оказываются два человека на фланге. Но Сон же за ним не пойдет. Сон не пошел. Ну, то есть, и все, и как бы и остается Ригиллон один против двоих, его спокойненько разыгрывают в пасек, и дальше, ну, то есть, ну, это важно, то есть нельзя подавать, так спокойно подавать с фланга в штрафную. Это, в принципе, потенциально голевой момент. И не потому, что Нью-Касл здорово атакует, а просто потому, что элементарное подключение защитника стало голевым моментом, ну, потому что Сон не возвращается, он плохо вернулся. Кстати, там, по-моему, на другом фланге параллельно тоже была похожая ситуация, что было преимущество у Нью-Касла. То есть и Моура тоже не вернулся на противоположном фланге. Я думаю, что это, наверное, даже не столько недоработка сона Моуры личная, тем более, что Моура потом прекрасно играл в целом, отличный матч провел, сколько это именно как сырость команды. Они просто как бы в одном стиле уже не играют, в другом еще не начали. У меня есть теория, почему так произошло, потому что мы все знаем Нью-Касл. Как Нью-Касл? Команда, которая невзрачная, сидит в обороне, и ну как, ты что думаешь, что эта команда пойдет с первых минут атаковать? Да никогда. А тут, ну просто внезапно... Это было, должно был матч быть, как в чемпионате России классический, когда две команды... Как там тренер, кто это сказал? То ли Евсеев, то ли кто-то еще, что нам пришлось взять инициативу. Когда встречаются две команды, которые хотят играть от обороны, и такой, блин, ну вот пришлось играть, пришлось атаковать. Красиво. Черт побери, очень жаль, что пришлось атаковать. И тут могло ожидаться примерно то же самое, поскольку, ну, и Нью-Касл, и Тоттенхэм, ну, в большей степени, наверное, про контратаку, про что-то такое. А тут нет, Нью-Касл, возможно, удивил, и именно это сказалось уже, что на второй минуте просто, ну, не ожидал ни Моура, ни Сон, что они могут вот так пойти. Что сказалось, эмоция, трибун, заряд, вот это что, вперед, погнали. Да, они не ожидали, безусловно, просто странно, когда два крайних защитника, как бы, вот на углу своей штрафной, или даже внутри штрафной, оказываются против четверых соперников. То есть, вот, что Эмерсон, что Ригелло, ну, неважно, потому что это был, наверное, единственный хороший момент Нью-Касла в матче. Да, они, по-моему, вообще за весь матч один удар нанесли. Вообще, то, что вот они там как-то барахтались во втором тайме и даже там отыграли гол, огромное уважение и комплименты за характер. Но это за характер. А что касается организации игры, то команда, которая настолько аутсайдер, которая настолько закрывается, и вдруг на первой минуте получила преимущество, да еще и против Тоттенхэма, который плохо позиционно атакует, ну, вы просто бездарь, если вы его так плохо, ну, как, если... Нельзя, нельзя так легко отдавать это преимущество. Вам подфартило, в общем-то, согласен. И, как бы, и что вы делаете дальше? Ставьте трехэтажный автобус, какой угодно, что угодно делайте, но грызите это преимущество. И, тем не менее, как бы, они не просто его не грызут, они пропускают какие-то издевательски простые голы. Тоттенхэм владеет мячом перед первым голом. Я так офигел во время матча, что я потом отмотал и стал считать пасы. Тоттенхэм владел мячом больше минуты, сделал 18 точных пасов подряд. И, естественно, Ньюкасл сидит, как мышка в норке, и не пытается даже, в принципе, приблизиться отобрать мяч. Это подход. Мы не прессингуем вот вообще просто. Мы не знаем этого слова. Но что вы делаете тогда? Вы сидите в низком блоке, окей. Вы создаете плотность, чтобы там было не продохнуть, правильно? Вы ставите там, я не знаю, 4-5-1. 5-4-1. Это ситуативно. Но нельзя продохнуть у вас там перед вашей штрафной. Вместо этого дайр, по-моему, я не помню, кажется, дайр. Это был типа 18-й, да, или 15-й пас подряд. Просто фигачит на бровку через все поле диагональ. Там регелон абсолютно один. Принимает мяч, обрабатывает, смотрит. Отдает пас на линию штрафной в опорную зону. Там на линии штрафной на Домбеле абсолютно один. Обрабатывает мяч, заходит в штраф. Ребят, вы где вообще? А вы где? Здравствуйте, а Ньюкасл выйдет? Ну, то есть, я вообще не понимаю, как это возможно. То есть, бездарно как-то играют люди, которые и высоко не прессингуют, но и возле своих штрафных нет. Нигде. У меня есть теория, почему вот этот матч вообще сложился так, что они забили первыми, потом пропустили три, ну и потом в конце все-таки 2-3. Последний гол в пользу все-таки... И то забил, конечно, автогол, но тем не менее. Последний гол был в пользу Ньюкасла. Потому что мы же не знаем эти шейхи, насколько они разбираются в футболе или не разбираются. Может, вообще не разбираются. А как в той поговорке запоминается, первое и последнее. Вот первый гол был от Ньюкасла, и последний гол был от Ньюкасла. Я считаю, что новые владельцы должны быть удовлетворены. Прекрасно. Нет? Ну, хорошая попытка. А я не думаю, что имеет минимальное значение, как они разбираются в футболе, потому что у них бизнес-цели, а не личные цели. Поэтому они в любом случае найдут людей, которые разбираются и наймут людей. Извини, что угробил шутку. Шутка хорошая, я зануда. Она была не смешная, принимается. Ладно, давай к футболу. Два человека понравились. Одного ты уже назвал, Лукус Моура. Просто тащер. Прямо впечатляет. Очень хороший. Прямо как будто это Лига Чемпионов. Он же только там играет, да? И Ндомбеле. Просто зверь. Просто зверь. Я не знаю, что в него иногда вселяется. Футболист. Да, наверное. Но у него включается... Знаешь, это свойственно техничным футболистам, когда они наступают на мяч и показывают технику. Она, можно сказать, футзальная. Можно сказать, еще что-то. Но то удаление шелви, которое случилось... Окей, во второй... Когда он получил вторую желтую, там он хотя бы сорвал опасную атаку прямо у линии штрафной. Там не было пенальти. Прямо рядом штрафной. Было понятно, почему плюс-минус фалит шелви. Хотя, когда у тебя желтая, наверное, так фалить не нужно было. Наверное, стоило не фалить вообще. Ну, не знаю. Спорно. Здесь, по крайней мере, понятно. Но первая желтая была как раз на Ндомбеле, потому что он просто своим дриблингом уничтожал. Уничтожал в том числе шелви. И шелви сфалил максимально далеко от своих ворот. То есть игра была у лицевой противоположной. Вообще не опасная ситуация. Там за линией мяча, по-моему, был весь Нью-Кассел. Фалить не имело примерно никакого смысла. Но Ндомбеле так задрал этим дриблингом, что он просто его там принял так на бедро, ну, по ноге немножечко пробил, по бедру. И тот, конечно, рухнул. Это нормальная человеческая желтая карточка, которая абсолютно была не нужна шелви, которая просто достала эта ситуация. То есть... Да, шелви, конечно, себя показал. Это жесть. Ну, то есть шелви по скиллам один из крутейших игроков, из лучших в этом Нью-Касселе. И я бы, в общем, скорее думал, что он должен остаться. Ну, там, после всех этих обновлений, знаешь, он будет одним из тех немногих. Но это такая глупость, конечно. А вот, нет, это скиллы скиллами, но это не игрок для большого клуба. Про Ндомбеле, знаешь, у меня даже родилась идея, что когда люди видят что-то близкое, они становятся таким же. Вот когда Нью-Кассел вообще чем... Не знаю, известен, неизвестен. Для меня Нью-Кассел это Сен-Максимен. Человек, который показывает фантастический дриблинг. Если раньше все говорили об Адама Трауре, ну и справедливо говорят о нем до сих пор, то для меня Сен-Максимен просто тоже монстр. Такой же монстр, как Трауре. Он лидер на данный момент этого сезона АПЛ по обводкам. У него 93 обводки. Правда, по удачным обводкам все еще лидирует Адама Трауре. У него 72 удачных обводки больше всех пока в этом сезоне. Ну, не суть. И просто когда видишь, что оказывается так можно. Вот Ндомбеле тоже просыпается. Ну, он и раньше показывал дриблинг, но не столько. Не столько, где он прям издевался над соперниками. Прям, ну, не знаю. Вот два футболиста, которые меня впечатлили. Лукас Моура и Ндомбеле. Ну, и, конечно, надо, наверное, сказать, что Кейн вернулся. Аллилуйя. У него гол. Ну, у него гол плюс пас. Но кому важны пасы, да? Все отмечают, что Кейн не забивал. Вот, забил. Забил причем красиво. Мне показалось, что он сам не поверил, что там не было офсайда. Но его не было. Как мы увидели по Вар. Его не было. Очень красиво перекинул первый гол в чемпионате. Ура. Там был фантастический эпизод с этим голом. То есть, я, в принципе, согласен со всем, что ты сказал. Но дело в том, что я просто еще не закончил уничтожать Ньюкасл. А, то есть, ты вот столько уже уничтожил, что я думал, ну, хватит уже. У Кейна был фантастический эпизод, связанный с офсайдом. Ну, Тоттенхэм владеет мячом. Счет 1-1. И мяч у Хейберга. Ну, в принципе, нафига держать Хейберга, когда он на чужой половине поля. Это очевидно. Только дурак будет держать Хейберг, когда он на чужой половине поля. Мы, собственно, в сборной России знаем, что... В прошлом туре заберет. Да, в сборной России даже мы хорошо знаем, что, в принципе, и на евро его держать не нужно на чужой половине поля. Он не может отдать там точный предголевой или голевой пас. Ну, вот Ньюкасл его и не держит. И Хейберг, ну, просто, он, знаешь, как богатырь в степи, значит, в ожидании печенегов. Просто спокойно осматривает поле, поворачивает голову, подбирает мяч под одну ногу, под другую, разворачивается в полу лево, в полу право. А параллельно Кейн показывает ему рукой сюда и делает рывок за спину защитнику. И Хейберг дает пас в другую сторону. Атака продолжается. Атака продолжается. Мяч ходит, продолжает туда-сюда. Проходит несколько секунд. Это приблизение, да? Это атака пока в режиме слоу-мо. Атака продолжается. Мяч ходит дальше туда-сюда. Прошло несколько секунд. Мяч опять у Хейберга. Его опять никто не встречает. Кейн опять показывает давай сюда. И Хейберг, ну, ладно, и дает сюда. Это гол. То есть Ньюкасл, в принципе, наиграл на два гола за 2 секунды. За 20 секунд, понимаешь? Ну, я на это смотрю, я иногда не понимаю. У меня, знаешь, есть команды, которые плохо играют. Ну, в принципе, Норвич так защищается примерно всегда, да? Все команды Бундеслиги, включая Байер, который, вау, Байер, там, на втором месте забрался. Здравствуйте, 0-5 в перерывах. Байер тоже так играет, видимо, примерно всегда. Но вас только что купили шейхи. В принципе, вы должны понимать, что, ну, как бы, вы должны что-то невероятное сделать, чтобы остаться в команде в перспективе, там, двух лет. Покажите себя. Станьте героями. А они просто трусят рысцой и ничего не делают. Может, они просто... Слушай, ну, нельзя стать героями вот с этим составом. Как ты с этим составом станешь героем против... Я тебе скажу как. Выбегая на Хейберга. Не запуская... Ну, вообще, поворачивая головой, когда в радиусе трех метров от тебя Кейн. В принципе, поворачивать головой для центрального защитника – полезный навык. Я как-то об этом не думал. Ну, вот они тоже. И вот дело, то есть, понимаешь, дело не в самих ошибках, а дело в том, что это настолько важный момент, а вы так халтурите. Так, ладно, с этим голом понятно. Естественно, по другим голам там Нью-Кассел был настолько же ужасен, потому что вообще казалось, что команде трудновато было дальше уже справляться, проигрывая, ну, просто тяжело. Конечно, да. И дальше к ним уже особых нет претензий, потому что Тоттенхам ведет в счете и может играть спокойно, ну, как бы, на пространстве. У них есть варианты для быстрых атак. То есть, дальше к Нью-Касселу особых претензий нет. И, повторюсь, молодцы, что забили гол, пусть даже где-то случайный. Но, то есть, все претензии касаются исключительно того, как они разбазарили свое преимущество. Уотфорд-Ливерпуль 0-5. Вообще, у меня ощущение было, что история повторяется, вот как я теперь, видимо, стану хейтером Уотфорда. И вот в тот раз я был, недолюбливал в прошлом сезоне Вест Бромвич, ну, после дикой отставки Билича, когда они, по-моему, победили Сити на Итихаде, и после этого уволили Билича, что было супер нелогично. Теперь мне показалось крайне неуместное увольнение Муниуса, увольнение, когда команда шла на тот момент на 13-й строчке, правда, к концу тура там опустилась на 15-й или 16-й. Ну, в любом случае, команда с самым дешевым составом, она не в зоне вылета, тренера нельзя увольнять. Мы знаем, что семья Потца сумасшедшая, помешана на увольнениях. Ну, в общем, мне это не очень нравится. Я даже шутил, что все, Раньери проиграл 0-5, надо теперь Раньери увольнять. Даже немножко жалко, что этого мужичка с хорошей историей в АПЛ его пригласили. Ты еще недавно был с Лестером чемпионство, брал, а теперь ты тренер Уотфорда с относительно сумасшедшими боссами. Ну, печально. Очень грустно, что он согласился, очень грустно, что его позвали. Слушай, я, наверное, воспользуюсь случаем прорекламировать твой Телеграм. О, спасибо. Уважаемые зрители. Нет, так не надо. Нет, не так, да, ладно. В общем, у Гриши в Телеграме есть история, в буквальном смысле история, он ее наговорил, о том, как, о его опыте общения с Раньери. Раньери настоящий, Гриша тоже настоящий, разговор тоже был настоящий. Гриша о нем рассказал в своем Телеграме, подписывайтесь, ссылка в описании. Да, наверное, единственный тренер, с кем я говорил напрямую в АПЛ точно. Ладно, спасибо, спасибо за рекламу. Возможно, у меня даже появится плюс один подписчик, но это не так важно. Возвращаемся к игре. Вообще, смотрел состав Ливерпуля и такой, да, бразильцев, конечно, не хватает, потому что Фабинио и Алисон там буквально в предыдущий день до матча, до Уотфорд-Ливерпуль, в предыдущий день, Уотфорд-Ливерпуль еще поставили на раннее время, на субботу. Они играли за сборную Бразилии. В Бразилии, как вы понимаете, почти другой конец планеты. Ну, в принципе, можно назвать другим концом планеты. Поэтому они после... Они из Бразилии отправились сразу в Мадрид, где будет матч Лиги Чемпионов с Атлетико. Ну, просто иначе было тяжело вывести. Хотя Алисон в том матче не играл. С Ругваем играл Эдерсон, что, кстати, немножко удивило, потому что Алисон предыдущие матчи в это же окно был первым номером сборной Бразилии играл. Но, как бы, не суть. У тебя, ты понимаешь, что если ты тренер сборной Бразилии, ну, вообще любой тренер, и у тебя есть Эдерсон, то ты не можешь совсем не давать им играть. Да, это, ну, как бы, немножко странно. Ну, да, иногда поиграть Эдерсону, ну, не последний человек. Ну, наверное, наверное. Ну, мне кажется, там от соперника зависит. У кого там, условно, высокая линия обороны. Кто не бьет поворотом, с теми может Эдерсону стоять. Извините. Нет, на Ургвай, я думаю, бьет поворотом. Я думал, на Ургвай бьет поворотом. Ну, да, не работает. А вот закидывать мяч за спину защитником Эдерсон может лучше всех в мире. Нет, на самом деле, я думаю, что мы просто не знаем. Скорее всего, надо было, в общем, не спать, а слушать после матча пресс-конференцию, предматча пресс-конференцию. Тит, и он бы объяснил, почему, но просто мы этого не сделали. Да. И об игре. И об игре. Нет, Кирилл, у Уотфорда вообще есть шансы выжить в этом мире с Роу? Теперь меньше. В смысле? Раньери же неплохой тренер. Нет, во-первых, он хороший тренер лет 10 назад. Извините, чемпионство было лет 6 назад? Лет 5 назад еще неплохой, но дело сейчас в другом. Раньери, ну, в общем, давно просто тренирует, ну, просто чтобы не сидеть без дела. Это добрый дедушка, которому просто и нравится тренировать. И я это очень уважаю, это очень, ну, прикольно, но... Где-то смеется Диматео, да? Нужно понимать, да. Нужно понимать, что, то есть, как бы, он может создать какой-то предпосылки для спасения только в одном случае, да? Если вот обстоятельства сложатся так, что то, что он делает всегда, сработает для этой команды. Обычно это не работает. А что он делает всегда, простите? Ну, он налаживает низкий блок, контратаки, но при этом у него, ну, как бы, в силу, наверное, не знаю, того, что он просто уже добрый дедушка, часто проблемы с командной дисциплиной. И это плохо, когда у тебя низкие блоки, контратаки. И мы это, собственно, увидели у Уотфорда, да, потому что Уотфорд владел мячом типа 20% времени. Ну, то есть, я, честно, не преувеличиваю, да, то есть, они там отдали, может, 150 точных пасов за 90 минут игры. А это, ну, позорный результат, да, это, как бы, уже почти концепт-арт какой-то. И при этом... Ну, слушай, про цифр Ливеркуля любой команде было бы тяжело. И при этом в своем низком вот блоке и каком-то сумасшедшем отказе от мяча, ну, то есть, все, что я говорил про Нью-Касл 10 минут назад, про Уотфорд можно сказать еще сильнее. То есть, им вообще пофиг, что там кто там в их штрафной. Это не, понимаешь, это не класса, не мастерства, не дисциплины. А чем ты тогда будешь играть, если у тебя ни дисциплины, ни мастерства? Это очень важно. Вот маленькие команды, то есть, большие команды имеют право на некоторые послабления. Да, там, у... Там, Решфорд не возвращается в защиту, когда он вингер. Сон не возвращается в защиту, когда он вингер. Ну, конечно, а вы видели, что он делает в одну и так далее, ты понимаешь. Тренд не возвращается в защиту, когда он защитник. Но, опять же, вы видели сколько? Понятно. Но когда у тебя этот Адам Масина, который не возвращается в защиту, хотя он защитник, но и в атаке он тоже ни о чем. А когда он возвращается в защиту, то только чтобы обрезаться. Да, боже мой. Ну, я не знаю, еще чего они спасутся. Ты просто слишком требовательный человек. Ну, я, правда, теперь, видимо, хейтер Уотфорда и желаю ему вылета. Хотя на этот раз я говорю, что вылетит команда не та, которая находится уже в зоне вылета, то есть у меня задача посложнее. Но у тебя слишком большие требования. Ты сравниваешь с топ-клубами Уотфорд, а у них задача быть сильнее Норвича, сильнее кого там, сильнее там Нью-Касла и еще. И в матче с Норвичем и Нью-Касл этот Уотфорд может набирать очки, наверное. Норвич уникальная для меня команда, они за скобками. То есть, как бы, действительно. Сразу вылетели. Ну, да. А в остальном я их сравниваю не с топ-клубами, я их скорее противопоставил топ-клубам. Я их сравнил с том, что они, не обладая мастерством топ-клубов, не обладают и дисциплиной команд, которые как Саут Гемптон, Бёрнли или даже Нью-Касл двухлетней давности как раз спасаются там или достигают каких-то успехов за счет игровой дисциплины. Я их же не сравниваю там с Шеффилдом, который на десятое место забрался за счет сумасшедшей игровой организации, невероятной слаженности всех игровых механизмов, особенно без мяча. И когда это чуть-чуть разладилось, сразу оказалось, что у них команда не уровня чемпионата Англии просто. То же самое там в меньшей степени сейчас происходит с Лицом. Это слабая индивидуальная команда, но они еще от физики зависят. Они очень слаженно бегают, но когда они бегают всей командой, у них все путем. Когда они начинают чуть-чуть недорабатывать, потому что у них там функциональная яма или просто ты не можешь все время быть настолько сконцентрированным, футбол пока до этого не дошел, то они сразу проваливаются. Так вот, Уотфорд это скорее как кризисный Шеффилд. Окей, ладно, хватит про Уотфорд, давай про Ливерпуль поговорим, потому что есть несколько тут крутых фактов, преимущественно касающихся нападения, но это неудивительно, когда команда выигрывает 5-0. Про Мане нужно сказать, человек забил 100 мячей в АПЛ, поздравляшки, причем почти все 100 мячей были забиты с игры, ни одного с пенальти, и почти все, там 97 из 100, были забиты из штрафной. То есть человек вообще практически не бьет из-за пределов штрафной, а кстати вот этот был один из немногих, один из трех голов, который в АПЛ, который он забил из-за пределов штрафной. В общем, все, молодец, 100 мячей у него, из африканцев больше только у Салаха и Драгба, скоро Драгба обгонит еще и Мане, догонит и обгонит Мане, но на самом деле, хоть мы сейчас, да, можно там, наверное, больше говорить про Фермина, да, у человека три удара, три гола. Очень важный для него момент, он прям сиял, его много критиковали, что он не забивает, мы стали видеть, что Жота играет больше, чем Фермина. Легендарная тройка как будто уже начала меняться, ну просто в ней не стало находиться место Фермина. Нет, человек, его дали отыграть 90 минут, человек забил три гола, неважно, что все три гола были фактически одинаковыми, в пустые ворота с четырех метров. Вот реально, все голы в пустые ворота с четырех метров, ну там, при простреле с фланга. Это, слушай, это очень важный показатель, ну во-первых, потому что Вернер мог бы и не забить, да, например, а во-вторых, потому что Фермина очень круто играет центрального нападающего в штрафной. Хотя, казалось бы, это тот человек, который может отойти из центра штрафной и отыграться в пасек, скорее для этого, увести защитников, создать там ситуацию для гола, но не забивать сам. Да, да, да. А тут три удара, три гола, вообще всего. Я совершенно не в том смысле, что вот мы узнали о нем что-то новое в этом матче, нет, абсолютно. Он, в принципе, здорово чувствует пространство, он всегда там, где нужно, за это его, в частности, любит Клоп, конечно, но просто ему действительно можно за него порадоваться, потому что ему не хватало этих голов, то есть он всегда делает эту работу более-менее одинаково, но, во-первых, у него не лучшая реализация, а, во-вторых, тут же многое зависит от того, как игра складывается. Он не центральный нападающий в чистом виде, то есть не тот, который будет там торчать все время, а значит, гарантированно получит один-два момента. Он именно что чувствует пространство и всегда там, где нужно, поэтому, ну, он может быть где угодно и, как бы, оказывается в центре штрафной, там, на линии вратарской в три раза меньше, чем настоящий центральный нападающий, и свой тот самый момент с пустыми воротами может просто и не получить, хотя делает все правильно. Просто игра не сложится. А тут сложилось, забил за себя и за Сашку, как бы, поэтому пусть будет. И надо сказать про Салаха, я не понимаю, что делать с Салахом, Кирилл, потому что, ну, у нас предыдущая обложка была с пирамидой, потому что человек штампует красоту уже на какой-то постоянной основе, прям раз, два, и причем голы какие, да? Вот один гол Салаха стоит всех голов Фермина, всех трех, ну, как минимум, а может и больше, он просто космос. Что ему, сразу золотой мяч или что вообще? Ну, слушай, золотой мяч придется пободаться, там еще люди есть, Ливандовский, Бенземан, ну, вообще, я понимаю, направление мысли, потому что мне очень понравился этот его гол, совершенно фантастически красивый, когда он просто возился с мячом в штрафной, сколько можно уже возиться, а он, ну, просто, как бы, обвел полкоманды и забил, ну, потрясающе. Кстати, тоже наступив на мяч, как на Домбеле, тоже проявляется вот эта фишка, когда ты наступаешь на мяч, еще так контролируешь его, что он не просто внешней стороной стопы обработал, он куда-то отскочил, ты его максимально контролируешь, наступая, и это позволяет тебе его в пространстве максимально в нужном месте держать, когда там пару сантиметров там чуть ли не решает. Ну, в общем, да. Погнали дальше. Чемпионат-подкаст. Креативный, как Твиттер Милнера. Лестер-Манчестер-Юнайтед. 4-2. Раз уж у меня есть имя с человека, что я хейтер Манчестер-Юнайтед, то я буду действовать в этом ключе, потому что, в принципе, все, что происходит в последнее время Манчестер-Юнайтед, оно вот куда-то вот туда двигается, в сторону критики, и команда, вдумясь, ее критикуют, еще даже до матча критиковали за неэкологичность, что они полетели в Лестер 170 километров, что они не поехали, а полетели, и это как бы неэкологично. Вау. А теперь к той критике, которая, ну, наверное, ближе к игре, потому что, ну, Лестер был просто лучше, я не знаю, какие тут еще нужны слова, Лестер был просто лучше. Четыре гола, плюс у них была штанга, плюс другие спасения Дехея. Ну, я понимаю, что там могло начаться относительно хорошо для Манчестер-Юнайтед, что там нужно, кстати, видеть лицо Криштиану Роналду каждый раз, когда бьет Гринвуд. Но тут Гринвуд пробил просто великолепно, попал в самую-самую девятулечку, забил, молодец. Но в целом, конечно, Лестер, ну, я не знаю, у тебя есть вообще возможность, может, ты как-то защитишь Манчестер-Юнайтед? Не защищу, к сожалению. Ну, то есть, я прям, ну, мне кажется, что Сульшер вот сейчас, пора говорить, что он не справился. Ну, или не справляется в моменте, он перестал справляться сейчас. Ну, то есть, но этот процесс, как бы, вот он виден. И, во-первых, это тренерская победа Роджерса, который поменял схему под Юнайтед, создал численное большинство в полузащите, потому что Мэдисон спускался низко. Погба, Матич оказывались постоянно против трех соперников в полузащите. Тут хитрость в том, что Роджерс достаточно банальным вообще решением, думая, что... Он веселый? Что? Он веселый? Что Роджерс достаточно банальным вообще решением, как бы, получил преимущество одновременно и в атаке, ну, 3 в 2 в полузащите, это серьезно для атаки, и в то же время это решение в целом оборонительное, потому что он пожертвовал лишним игроком в атаке, выпустил лишнего защитника и, ну, просто забетонировал защиту за счет этого. Это несложное решение, но с Юнайтед оказалось так просто, потому что команда разбивается, потому что Гринвуд и Санчо плохо возвращаются. Фернандеш, который вообще... Это, кстати, все не то, чтобы им свойственно. Фернандеш вообще монстр прессинга, но Роналду и прессинг не очень дружат. Фернандеш не очень возвращается за линию мяча, Гринвуд и Санчо тоже, и в итоге получается, что линия защиты от линии нападения отстоит достаточно далеко. Ну, то есть, вы... Ну, непонятно, как бы, надо определяться все-таки. То есть, либо поднимать линию защиты и тогда больше играть в прессинг, либо отказываться от прессинга, опускать линию защиты, но тогда лучше возвращаться за линию мяча. Вот этого не было, и поэтому Лестер в первом тайме, на самом деле, очень плохо пользовался своим преимуществом. То есть, там были голы, да, 1-1 в первом тайме, оба голы очень красивые, не совсем следующие из логики игры, но на самом деле, то есть, игра оказалась скорее закрытой. Но это не потому, что обе команды так классно ограничивали друг друга, а потому что Лестер был настолько погружен в защиту. Они просто атаковали малым числом игроков и плохо наказывали Юнайтед за эту раскрытость. Вот, но, тем не менее, все равно, как бы, забил Тилиманс, то есть, что показательно? Забил кто? Ну, человек, которого не успели накрыть на дуге штрафной. Ну, вообще... Что касается Грингу, да. Тоже важный момент. Давай. У него прекрасный удар, прекрасный гол, но там был... С самих ног, да. Прекрасный, да, гол, но там был еще один его удар, когда уже совсем не такой очевидный, когда было много доворот, когда было много... Когда были игроки перед ним, между ними воротами, а слева стоял в полуфланге свободный Санчо. И я бы на это не обратил так особо внимания, я не помню, какой это был из его ударов, но он вообще ударил издали 4 раза. Роналду всего ударил 3 раза. Опять, опять у Гринвуда больше ударов, чем у Роналду. Да, у Гринвуда больше ударов, чем у Роналду, и над этим можно смеяться, но это как бы нельзя приветствовать. Ну, то есть, тебе не нужен Роналду, если он не бьет больше всех. Ну, то есть, а зачем он тогда нужен в команде? Это человек, который очень ограничивает вообще игру команды в некоторых вопросах. Ну, то есть, например, там был фантастический момент, как раз когда Гринвуд забил. Гринвуд забил, за 10 секунд до этого Пагба протащил мяч на чужую половину поля. Такая прикольная быстрая атака развивалась. И он отдал пас Фернандешу. А Фернандеша в кои-то веки забыли в чужой опорной. И ты можешь себе представить, атака на скорости, Фернандеш между линиями, вы разгоняетесь, все хорошо. Пагба пасует на Фернандеша. Роналду возвращается и прерывает пас. Да, блин. И он отыгрывает назад на Матича. Зачем? Так вот, это очень плохо, но тут я к чему веду. Роналду это делает. Он и будет это делать. Он стягивается к мячу, в том числе, когда есть очевидно, что более выгодные ситуации для продолжения атаки. И он стягивается к мячу, не как обострять. То есть, Роналду спиной к воротам в опорной зоне соперника, это не то же самое, что Фернандеш лицом к воротам в опорной зоне соперника. То есть, он это делает, это недостаток, но он же его компенсирует. Он гений открывания в чужой штрафной. Пусть он бьет поворотом 8 раз за игру. Играйте на него всей командой. И он забьет свои 2 гола, один залетит какой-то корябый от вратаря, потому что он бьет, ну, в том числе из них голевых позиций, настолько сложные у него качественные удары, что вратари все равно не тащат в какие-то моменты, даже где можно было бы потащить. И количество этих ударов превращается в количество голов. Просто он должен все время бить. А если он не бьет, то нафига вообще вы держите в инополе? Не должен Гринвуд бить больше, чем Роналду? Роналду... Я просто выписал себе немножко статистики, которая тоже отражает игру, что как шло. Во-первых, Роналду оказался лидером не только этого матча, но и лидером всего тура по количеству попаданий в офсайд. У него 3 офсайда. Погба оказался самым фалящим игроком, опять же, не матча, а всего тура. Ну, то есть, да, Погба снова в опорной зоне, потому что его ощущение, что просто чередует опорник слева в атаке, опорник слева в атаке, опорник слева в атаке. В общем, когда он опорник, да, фалы, он прям, это его не справлялся. Слушай, у них с Матичем 9 фалов на двоих, то есть, как бы, они, в принципе, ну, его подставили, можно сказать. И внезапно Лестер самая бьющая команда этого тура. 22 удара, то есть, позволяли бить очень много, то есть, даже там Ливерпуль с Уотфордом столько не бил, да, ну, просто тяжело представить. Ну, это реально много, очень много допускал Манчестер Юнайтед. Но, знаешь, я нашел, как можно похвалить Манчестер Юнайтед, чтобы не было, что мы его только критикуем, что что-то хорошее есть, и что-то хорошее, это называется, а помнишь, был такой футболист Маркус Решфорд. Вышел, впервые в сезоне, и забил, да, и тут, знаешь, кстати, вообще в этом туре получается такое возвращение нападающих, потому что Каллум Уилсон и Решфорд вернулись на поле после травмы и сразу же забили, вот прям сразу же. Уилсон забил уже на второй минуте, а Решфорд на 54, вот спустя 54 секунды после выхода на поле. Кейн забил первый гол, ну, Фермина, да, тоже забил впервые с первого тура, тоже он забил хитрик, то есть, какой-то тур возвращения нападающих. Ну, абсолютно согласен, Решфорд очень впечатляет, просто нечего добавить. Нет, почему ты сказал, что Решфорд прям мощь, то, что вот один момент сразу мощь или еще что-то понравилось? Слушай, он как бы, он реализовал выход один на один супер уверенно, ну, просто вообще не скажешь, что человек только вернулся. Сравнись с Магуайром, человек только вернулся. О, моя любимая тема. Ну, нет, ну серьезно. А вот, и вот Решфорд только вернулся. И что, ты скажешь, что он не в форме, что он пропустил, что он вот восстанавливал? Нет, абсолютно, вышел, зафигачил просто в девятку куда-то. А, кстати, Линделев тоже понравился, потому что в последнее время он эти пасы ставит на конвейер. Я вот чего не понимаю, зачем вообще вот у вас есть Роналду, у вас есть Решфорд, у вас есть Линделев, и, кстати, Варан это тоже умеет. Ну, зачем вам этот позиционный футбол? Ну, играйте вы на контратаках, как вы сразу играли с Ульшерами, все же прекрасно было. И с Фернандешем все прекрасно будет. Но оставляйте Фернандеша вдвоем с Роналду в атаке. Не, ну просто нужно понимать, что есть соперники, против которых удобно играть от себя, от обороны, а есть соперники, которые больше там закрываются, и получается, что обе команды будут сидеть в своих воротах, футбола не будет вообще. И Лестер как раз такая команда, которая тоже на быстрых контратаках живет. Лестер владеет мячом 50% времени, это не автобус. Лестер всегда готов поддержать мяч, просто это может быть стерильное владение, это может быть очень скучный матч. Ну просто забросы на Варди, это вот прям Лестер. Смотри, есть разница между атакующей командой, да, и командой, которая там держит мяч. Ну то есть, например, Челси супер много владеет мячом, и при этом это суперосторожная команда. Вот Лестер очень владеет мячом, но это, ну как бы, ну то есть это не как Челси, естественно, говорит, что это не автобус никакой абсолютно. Они совмещают, они владеют мячом, но играют при этом в быстрой атаке. Ну так не нужно подставляться. Получается, что Манчестер и пытается ограничить их во владении, ну, играть от себя, типа владеть мячом, позиционно атаковать. Что Лестеру, в общем, удобно, но и сам из, как бы, своих выгод из этого не извлекает, потому что, ну, им просто самим удобнее было по-другому. Сыграете очень скучный матч 0-0, вообще без моментов, и в котором, ну, может быть, кто-нибудь один раз разбежится. И тактически это будет правильнее. Про Магуайра будем говорить? Да надо сказать, потому что человек, он во всех четырех голах виновен. Ну, я бы даже не сказал, что косвенно. Там везде прямая его вина. Первый гол, вот прям даже сейчас будем смотреть, он потерял мяч, когда он пошел в обводку, будучи там, окей, на фланге, но, по сути, как последний защитник, зачем идти в обводку, когда ты первый на мяче и мог спокойно разобраться. Плохо потерял мяч, сразу пропустили. Да, там могут быть вопросы к пасу Дехея, но если тебе дали слабый пас, то тем более иди на мяч, если тебе дали слабый пас. Даже при таком пасе Дехея, ты первый на мяче иди на мяч. Ты же понимаешь, что он не пошел на мяч не специально, чтобы потерять его, а потому что он просто смотрел, кому давать дальний пас вперед, далеко, и не увидел, как рядом с ним есть соперник. Да, его еще могло солнце ослепить, которое, кстати, как раз было в его сторону, но это вопрос приоритетов. У тебя в первую очередь в такой ситуации должен думать, как не привести гол себе, а он как раз привез. Нет, просто он не безумец, я к тому, что нет, он просто очень неуклюже сыграл с точки зрения постановки приоритетов и задач, но он же не сумасшедший. Честно, я не знаю, какой он умец, но давай коротко про все мячи. Второй гол, там должен был быть оффсайд, потому что там все подняли руку. Да, Шоу, по-моему, даже руку поднимал, только оффсайд же. И такой Магуайр в окружении игроков в синей форме. Да, и Уан Бисака подняли руку, они должны были быть в оффсайде после того, как там мяч заметался. Но не было, поскольку Магуайр опустился к линии штрафной. Еще, кстати, для комичного эффекта нужно было, чтобы Магуайр поднимал руку, что оффсайд, но... Да, 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 но это Мустафи стайл, он уже ушел, да. Коротко, третий гол, там он вроде держал Варди, потом от него отошел, и Варди получил мяч в касание, пробил девятку. Ну и последний гол просто сквозь Магуайра прошел Дака. Ну, последний согласен, последний меня возмутил, потому что он его руками держит, вот просто он Даку держал руками. За секунду до гола. А потом просто, ну как бы я тебя подержал, ну иди с Богом. Не, просто забавно, что он все это время смотрел на мяч. Он просто смотрел на мяч, смотрел на мяч, о, у меня за спиной забили. Ой, а я же его держал пять секунд назад. Да, 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 удивительно, ну то есть, как бы, Йенсен из Брэндфорда, да, тут показывает, в принципе, Магуайру, как можно держать нападающего. Я просто здесь, на самом деле, мы говорим, что Варан травмирован, да, понятно был, но, как бы, Магуайр тоже был травмирован, если он не готов, ну поставьте бои, потому что сыграть хуже, чем Магуайр в этом матче. То есть, здесь больше вопросов, я даже не знаю, к Магуайру, который так плохо сыграл, или к Сульшеру, который его поставил. Ну, Сульшер после матча говорил, я не предполагал, что он настолько не готов. Ну, а по ходу матча ты не заметил? Может, ну, то есть, как бы, можно было... Ну, видишь, менять центрального защитника, это такая тема очень... И в Сульшеру не хватает чего, чтобы это сделать? Авторитета? Ну, думаю, нет. А чего? Ну, это не то, что авторитет, кстати, это, возможно, тоже, ну не знаю, но не в этом суть. Просто не принято менять центрального защитника, если это не травма, поскольку это, ну... Это в том числе и признание своей ошибки, что, наверное, нужно было сделать. И в том числе это достаточно... Ну, это бьет по команде, и тяжело выстраивать... То есть, ты выстраиваешь одно, наигрываешь одно в защите, и тут меняет... Ну, не знаю, тяжело. Ну, просто это редко встречается такое, что меняют центрального защитника по ходу матча, если у него нет травмы. Ну, просто я не знаю, сколько ты таких примеров приведешь, очень мало. Да вообще защитника. Это, я не знаю, я вспомнил только почему-то, по-моему, Алекс Фергюсон, по-моему, этого бразильца Рафаэла или кого-то менял, когда тот выдал плохой матч, побежал вперед, не вернулся, забили, он его прям по ходу игры снял. Не, ну слушай, я не знаю, к сожалению, на вскидку я не вспомню, но тут другая ситуация, тут твой лидер, ну, как бы, наверное, все-таки лидер, да, как бы просто не готов оказался играть, и он все время выключается. Ну, нормально, ты не должен в данном случае как бы подставлять, ну, то есть это рабочий эпизод, но человек после травмы, ты не позоришь его тем, что снимаешь, он скорее хуже выглядит тем, что остается на поле, это как бы, ты тем более после матча говоришь, я ошибся, я по тренировке не понял, что он не готов, ты можешь это сказать, и сняв его в перерыве или, наверное, на 60-й минуте сказать, что, ну, не знаю, может быть, дело в том, что Лестер забил несколько голов подряд, и там просто не было, как бы, ну, то есть... Времени, чтобы поменять, сразу забил, сразу забил, вроде все нормально, все нормально, уже там, как бы, а уже три гола пропустили. Нет, ну, в принципе, мне кажется, это исчерпывающе характеризует и МЮ, то, что их уже обошел и Тоттенхэм, и Брайтон. Ну, то есть до первого места всего пять очков, это фигня, потому что впереди еще 30 туров, но нужно понимать, за счет чего команда прибавит, и это совсем не очевидно. Очень понятно, за счет чего команда должна прибавить, за счет того, что Сульшер всегда ставил отличную оборону, как минимум позиционную, и как минимум, ну, то есть со стандартов это было ужасно, но как минимум с игры им было практически нереально забить. Очень трудно, они всегда были среди лучших-лучших. А сейчас нету этого, то есть верните это, это уже будет лучше. Ну, и за счет того, чтобы вас там больше бил Роналду, а не Гринвуд все-таки. Просто я не совсем понимаю, как они собирают, ну, то есть пока что это больше похоже на регресс, да, то есть чем на прогресс, они не движутся в этом направлении. Чемпионат подкаст. Прогрессируем, как Джесси Лингард. Брэнфорд Челси 0.1 Я не знаю, что ты будешь делать, Кирилл, но я буду очень много хвалить Брэнфорд, они прям понравились, они и по игре смотрелись супер, и я потом посмотрел какие-то космические XG, то есть по созданным моментам 1.65 у Брэнфорда, 0.25 у Челси, то есть они превзошли, у меня плохо с математикой, ну, где-то сколько, раз в 5, в 6, я не знаю, ну да, в 6 раз они их превзошли по созданным моментам. Понятно, что гол, гол у Челси, да, стабильно забивает защитник, ну, потому что, да, надо держать защитников, а не нападающих, это для фишки, это фишка Челси, ну и, конечно, надо сказать, какой же монстр Минди. Забавно, что за день до матча, я был в редакции у нас, и там коллеги, там Андрей Панков, который больше символизирует Челси, и Паша Левкович, который больше за Сити, и они спорили, кто лучший вратарь, Алисон или Эдерсон, и кто-то еще там, 3-4 раз сказал, типа, вот, а вот Минди, и все такие, не, ну Минди, не-не-не-не, это вот мы еще спорим, кто лучше Алисон или Эдерсон, но не Минди, Минди еще ничего такого не сделал, чтобы считаться прям топовым вратарем, и после этого Минди выдает такой, ну, в принципе, он и предыдущий матч играл хорошо, но здесь он сделал просто, ну, просто круто, много тащил, когда этот удар был через себя, он вытащил, ну, прям, прям, игра доставила, я просто видел записи у меня коллега, там, бразильских, на стадион, когда ходят, фанаты Брэнфорда стоя аплодировали, игроки Брэнфорда делали там что-то типа круга почета, ну, я не знаю, по крайней мере, к одной трибуне центральной они подошли, видимо, к другим тоже, и они им стоя аплодировали, то есть, игра Брэнфорда была хорошей, игра Минди была восхитительной, прям, прям впечатляет, ну, по крайней мере, меня. Да, я, в принципе, согласен, я не согласен только с тем, что ты сказал, назвал Чилула защитником, но это детали. Ну, подожди, 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 ну, Кирилл, ну, давай по факту. Окей, понял, это аргумент. Да, это отскок безусловный, то есть, Брэнфорд делает примерно одно и то же, он постоянно просто возит соперников как бы отличным прессингом, ну, то есть, это похоже на тот самый Шеффилд, когда у них было все в порядке, и мы говорили, вау, какой Шеффилд, но давай не, как бы, не будем думать, что они там, как бы, это надолго. Вот, пока то же самое, это супер слаженная команда, которая все свои индивидуальные недостатки нивелирует концентрацией, синхронностью движений и так далее. Я не знаю, насколько их хватит, но выглядит, конечно, в моменте прекрасно. Хотя есть нюанс, да, то есть, там и как бы, и Лукаку мог забить, ну, вернее, мог не забить, а надо было засчитывать или ставить пенальти, то есть, там какой-то хитрый момент случился. Ну, нет, пенальти там нет, слушай, вообще что ли нельзя касаться нападающих? Нет, тут другое, то есть, я сразу, честно, я этот момент даже пропустил, потом просто... Гениальный момент. Да, гениальный момент. В футболе тяжело придумать что-то новое, вот реально тяжело придумать что-то новое, а тут Брэнфорд, для меня Брэнфорд, может, это было еще где-то, но для меня это реально новое. Если кто не обратил внимания, смысл в том, что под прострел Вернера с левого фланга Лукаку выскакивал из-за спин защитников, и он, ну, собственно, все делал правильно, но защитник, который догонял его сзади, не ближайший к воротам, а другой, который был сзади, Йенсен, просто, причем, честно, я сразу подумал, что это случайность, то есть я изменил свое мнение, когда я 20 раз пересмотрел этот момент. Там есть хороший повтор, где видно, что толчок есть. что он крутит головой, он смотрит на Вернера, и он в решающий момент реально толкает Лукаку двумя руками в спину, тот, естественно, как бы ускоряется немножко, и Йенсен в тот же момент сам поднимает руку, показывая, что офсайд. То есть он его толкнул в офсайд и показал, что тот в офсайде. Ну, гениально, чуть выпихнул нападающего в офсайд, и тот действительно оказался в офсайде. И тот действительно, ну, то есть, это очень пограничный момент, потому что непонятно, насколько Лукаку ускорился вот до такой степени, именно потому, что его толкнули в спину. То есть он сбежал с одной скоростью, но он изменил скорость, когда его толкнули в спину, естественно. А в чем проблема? Ну, изменил скорость, изменил. Нет, а я не говорю, что это железный, я бы говорил, что я не знаю, как это трактовать. То есть вот это вопрос для судей. Трактовать как борьба, как мы трактуем борьбу. Когда идет, я не знаю, подача углового, в штрафной просто происходит просто вакханалия, просто бардак. Там люди устраивают ММА, лупасят друг друга, держат, кусают, не знаю, что угодно делают. А тут взял двумя руками, подтолкнул спину, но не сильно. Ты знаешь, что пенальти ставят из-за меньшего, когда ты просто руку на спину кладешь нападающему, который от тебя убегает. Мы можем это не одобрять, Ну, это когда он с мячом, это немножко другое все это. Согласен, а я к чему веду? Я говорю к тому, что Лукаку поступил в этой ситуации вполне нормально, по-человечески. Ну, толкнули и толкнули, побежал и забил. Но в следующий раз, после этого, он будет умнее, и он сразу упадет и получит пенальти. Не получит. И получается, почему, что он прям получит? Если будет такой же небольшой толчок, ну, небольшой толчок, я считаю, допустим. Сила толчка не имеет значения, если форвард упал. Было касание, упал, получил пенальти. Нет, когда ты преувеличиваешь влияние на тебя, что ты приукрашиваешь, что тебя сильно ударили, тебе смогут еще одну жопу приопределиться. Просто ты получил толчок, и ты упал. Нет, но здесь не такой толчок, чтобы человек падал. А если бы там был Вернер, не Лукаку? Кирилл, то есть как бы пенальти зависит от того, насколько хлипкого парня мы толкаем? Ну, по факту, кстати, немножко тоже, но не от всех толчков падают. Есть толчки, от которых люди не падают, и если они падают, то это чрезмерно приукрасили. Небольшой толчок, я считаю, допустим. Я считаю, ну, не знаю, прикольная фишка. Еще, коротко. Это безусловно, да, безусловно. Коротко, я забыл сказать про Минди. После матча был запрос, Минди реально был героем этого матча, одним из героев. Он и Чалоба. И Чалоба, да, Чалоба, который вынес ленточки. Там тоже фантастический эпизод. Сейчас скажешь, сейчас скажешь, но сначала закончу по Минди. Тухель, когда его спросили, вот такой гениальный вратарь, как так вообще смогли купить? И он такой, а это все Петр Чех. Это он разглядел такой талант, увидел в нем потенциал, что мы взяли такого крутого вратаря за 22 миллиона евро. Прям ми-ми-ми, идиллия, как будто бы с директором. Ну, видимо, может она и на самом деле есть. Так, а теперь расскажи, почему Чалоба такой гениальный, если просто чувак вынес с ленточки. Ну, вынес и вынес, нет? Там этот эпизод нужно смотреть за 15 секунд до, потому что, ну, то есть, там несколько игроков в Челси в своей штрафной, и там... Ой, господи, кто же там был-то? Там был точно Кристенсен, там, по-моему, был Канте. Да, ну, неважно. То есть, там несколько игроков в Челси своей штрафной. И уже все очень опасно, уже мяч мечется по штрафной, а Чалоба еще даже не штрафной, он даже не на дуге, он где-то далеко. И там, тем временем, тащит Минди, все смотрят на мяч, всем очень интересно, а Спелико это вообще остановился в центре штрафной, чтобы посмотреть игру. А Чалоба медленно идет, 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 смотрит, видит, что мяч у Брэнфорда, и как рванул своим воротом. И он оказался там за секунду до того, как туда полетел мяч. То есть, он просто там 8 игроков Челси своей штрафной, и только тот, который был дальше всех от эпизода, прочитал его, понял, что кажется, мы проигрываем отскок, и сделал рывок, чтобы на всякий случай подстраховать пустые ворота. И подстраховал, и спас. Это про суперчтение игры, про суперконцентрацию, потому что все защитники выключаются, они всегда прыгнуты. То есть, обычно, как бы, форвард реагирует первым, да, нападающий, а защитник реагирует уже на его действия. А тут Чалоба сыграл совершенно по-другому. Он просто подумал, что будет дальше, и на всякий случай встал в ворота. Это, кстати, крутая фишка, но она по-своему рискованная. Она полка о двух концах, монета с двумя сторонами. Неважно. Монета с двумя медалями. Да. Ты, когда возвращаешься, ну, когда защитник бежит на ленточку, тем более он заранее побежал на ленточку, а не когда уже пробили, и он там побежал за мячом вытаскивать, он заранее встал на ленточку. Ты линию офсайда сводишь к нулю. То есть ты уже делаешь так, что соперник не будет в офсайде. Ну, хотя там может быть вариант, если вратарь ушел далеко куда-нибудь, да, и ты считаешься как единственным игроком, потому что один игрок может быть ближе к воротам, это по второму игроку меряется. Обычно по защитнику, но просто иногда второй может быть там вратарь или другой защитник, а первый защитник. Ну, неважно, слишком сложно. Смысл в том, что он линию офсайда мог сделать так, что это могло сыграть в минус Челсе. Но здесь, ну, в других ситуациях, но здесь действительно круто, круто прочел игру. Ладно, последнее, что я скажу по матчу Брэнфорд-Челсе. Просто для меня это прям, ну, реально. Ты знаешь, сколько раз Мбемо в этом чемпионате попало в штангу-перекладину и вообще сколько там у человека, которому на втором месте по этому показательному? Знаю, много. Подожди, а он точно Мбемо, а не Мбюмо? Мбюмо, Мбемо, мы по-разному пишем. В следующий раз мы будем знать. Да, не, ну, просто мы его по-разному пишем, да. Короче, Мбемо, у него 6 штанг-перекладин за 8 туров. Ну, как бздец человеку не везет. 6, там, штанг-перекладин. Пассажир этого господина. Да, ну, он на втором месте, а, не, он на первом месте в АПЛ идет в этом сезоне, на втором идут Лукаку и Барнс, у них по 2 попадания в каркас. А у него 6. Просто жесть. Чемпионат подкаст. Ждите нас, как вратари Вернера. Сити-Бернли. 2-0. Ну, это девятая победа подряд над Бернли во всех турнирах для Сити. Разница мячей 32-1. То есть, в принципе, все, чего можно было ожидать от этого матча, что у Сити будет владение, ну, инициативой, мячом, преимуществом, вообще всем, тем более, что играют дома, тем более, что против Бернли. В принципе, так все и было, но на самом деле Бернли был не то, что прям сильно плох, по созданным моментам там что-то у Сити двоечка на 2 гола, они, собственно, 2 изобили у Бернли на 1 гол. Ну, слушай, плохо, ты только что Уотфорд-Ливерпуль смотрел. Какой плох? Нормальный. Нормальный, 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 нормальный. Ну, я имею в виду, что все-таки главный их момент это когда уже при счете ну, 0-2. То есть, тут есть такая ситуация, что так-то Сити все контролировал, плюс мне показалось, что они не все свои атаки доводили до внятных ударов, просто бы там, ну, хотя могли бы. Ну, посмотри, Кирилл, а ты чего ждал от матча Сити Бернли? Что Бернли будет разносить? Ну, тут как пойдет, да. Просто может быть и 6-0 в такой ситуации, а может быть и 0-1, если у одних, ну, как бы, мы знаем, Вардиола приучил. Немножко было обидно увидеть Аки слева в защите. Ну, мне кажется, это печально для Зинченко, потому что еще недавно концовка прошлого сезона была отличной. Этот год сезон начался по сути с того, что Минзи присел, причем не на скамейку. Шутник. Да. Ну, вот мне казалось, что Зинченко будет играть, но нет, он не играет, вышел слева Аки даже. То есть, не то, что там Кайл Уокер все-таки справа налево пошел Жоу Канцелу, нет, даже не так, просто Аки вышел слева, он может, ну, окей. Хотя, знаешь, в прошлом сезоне тоже было так, что, по-моему, до декабря включительно Зинченко не играл, не играл, не играл, просто был в ауте, а потом заиграл так, что во второй части сезона, вот, собственно, в 21-м году, в начале заиграл так, что там в обоих полуфиналах Лиги Чемпионов он был вообще ключевым футболистом, ну, и вообще относительно стабильный выходил, играл, то есть, ну, может быть, в этом сезоне будет что-то, что-то такое же, посмотрим. Ну, мне кажется, да, мне кажется, что у Гордиолы просто столько составов, что, ну, то есть, в любом случае, кто-то в конкретный момент времени обязательно будет сидеть, а кто-то, ну, то есть, вообще непоказательно. Вот через полгода можно будет сказать, что, ой, кажется, да, там, кажется... Кажется, снова затухает. Угу, угу. Вот. Смотри, еще по составу, что по Сити, прям, то, прям вот как мы видим, Кирилл, мне кажется, мы очень хорошо все видим. Мы говорим, что какие же в порядке Дебрюйны, что зря он там не играет в основе, что он очень хороший, он суперполезен в то время, что Бернарду Силу вообще лучше, и вот два гола, Бернарду Силу и Кейн Дебрюйне. Мы говорим с тобой, что Гриллиш, ну, вот я понимаю, что у них в ротации полезный, как должен был быть. И вообще, если постоянно ротируют атаку, то вообще-то Гриллиша тоже можно было бы посадить на скамейку. И что мы видим, Кирилл? Кирилл, что мы видим? Гриллиша не попадает в основу, и в принципе, мне кажется, в этом есть какой-то верх справедливости. Не знаю, тебе так не показалось? Не знаю, я можно развенчаю эти комплименты в наш адрес, потому что нет. Блин, я так работаю на наш пиар, а ты на анти-пиар. Мне кажется... Гриллиш, он же даже не вышел на замену. Мне кажется, что это в целом носит более хаотичный характер. Ну, вернее, не так. Это в целом носит характер, более связанный с какими-то более какими-то глобальными вещами, то есть, ротации Гвардиолы. То есть, Стерлинг вообще нажаловался, просто поныл, что он хочет больше играть в основе, и Гвардиолы его осадил. И он все равно в основе. То есть, хотя казалось бы, если мы как бы во всем ищем такую логику, но после этого, ну, немножко странно, тем более, что у тебя уже гриллиш в роли ложной девятки. То есть, видишь, что мне кажется, что просто у него там 28 человек, ладно, 25, но это правда очень много, да, то есть, даже 20, которые реально претендуют на выход в основе постоянно, это очень много, должно быть, ну, там, 18-17. И он просто исходит с того, что как бы вот какие-то у него там одни причины, другие, исходя из формы, исходя из того, кому с кем играть дальше, кто сколько провел матч, у кого, какой перелет, все что угодно. И, то есть, поэтому будет ротировано, ну, это просто его преимущество, вот он его использует. А Бернарду, да, тут не поспоришь. Вот Бернарду сажать, наверное, неправильно, потому, слушай, он голод организовал, по сути. Не знаю, по-моему, он вообще сейчас лучший в Сити, просто, просто, я не знаю, кто лучший игрок Сити прямо сейчас? Кирилл. Мой вариант Бернарду. Стефан. Ну, хорошо, Бернарду. То есть, Стефан, Стефан, да, неплохой футболист, наверное. Чемпионат подкаст. Избегаем штампов и результат налицо. Хе-хей, на этом все. Спасибо, что вы с нами. Каждому спасибо, кто дослушал, дослушал до конца. Несложное слово для произношения, да? Подписывайтесь на Кирилла Хаита, у него есть телеграм-канал Диего Семенович, есть ютуб-канал Хаит. Блин, у меня уже к концу подкаста уже все заплетается. Короче, самое смешное, что Кирилл в этом туре, в эти выходные добрался до того, чтобы посмотреть Бундеслигу. Там был матч, по-моему, между первой и второй командой, но уже после первого тайма Кирилл понял, что это глупая затея, по-моему, и бросил смотреть футбол и поделился впечатлениями в Ютубе. Смотрите его, если вам его не хватает, там его больше. Вот. На меня как подписаться уже Кирилл сказал, OnePiSaka, ссылка в описании, Раньери. Ну, мы не то, что поговорили, ну да, в принципе, поговорили, да. Ладно. Помните, что футбол нужно смотреть на око, там и Англия, и Испания, чемпионат Испании, и вот даже Кубок Италии тоже там будет, а еще там будут отборочные игры, еще там будут другие всякие виды спорта, так что подключайтесь, смотрите, кто еще не. На этом вроде все, ничего не забыл, Кирилл? Да, вроде нет. Забыл про Арсенал, но в принципе мы не виноваты, мы... Да, это Арсенал забыл, что нужно играть в выходные. К сожалению, да. Поэтому, да, всем пока. Всем пока, и бог вам, рефери! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова